Более 20 тысяч человек сегодня приехали на церемонию открытия армейских международных игр 2016. Особый интерес вызвал танковый биатлон. Неуклюжие, на первый взгляд, машины, образно говоря, порхают, как бабочки, и жалят, как оса. Страсти на трибунах нешуточные, болеют за своих, как на футболе. И российские экипажи – фавориты показов. На полигоне в Алабине работал наш корреспондент Дмитрий Зайцев. На главную площадь парка «Патриот» выносит флаг армейских международных игр. Во второй раз здесь принимают масштабные соревнования военных асов со всего мира. Задуманные как одна из форм боевой подготовки, они стали ярким зрелищем и вызвали огромный интерес в стране и за рубежом. Отрадно, что люди с оружием в руках встречаются, как товарищи. Огрозные боевые машины служат средством спортивной борьбы. 121 команда из 19 стран. Число участников за год серьезно увеличилось в два раза. Китай, Белоруссия, Венесуэла, Монголия и многие другие страны отправили на конкурс свои команды. В этом году армейские игры проходят на территории сразу трех военных округов. В России и впервые на полигоне «Гвардейский» в Казахстане. Программа игр насыщена. Демонстрировать свое мастерство участникам придется на суше, море и в воздухе. Итак, пикирование. Набор скорости «Горка». Полуонос на «Горке», друзья, вертикально, фактически. Ой-ой-ой, это невероятно. С первых минут старта в небе закладывают виражи пилотажные группы, а на полигон приземляются десантники. У каждого за спиной разноцветные флаги. Но, пожалуй, самым захватывающим зрелищем является танковый биатлон. У каждой команды свой цвет танка. У России зеленый, у Сербии желтый, а у Казахстана красный. Таковы результаты предварительной жеребьевки. Сегодня первые заезды и первые промахи. За промах, если не попадание, тогда штрафной круг обязательно. Это самый сложный момент на соревнованиях. И разница от прошлого года. На этот год больше мещений, чем в прошлом году. В прошлом году был один выстрел из пушки. На этот год будет по три выстрелы. За каждый промах дополнительный круг, а это упущенное время. Международные судьи фиксируют все нарушения, но нашей команде все же удается наверстывать минуту, ускоряясь, где это возможно. Уже полгода готовимся, так что сегодня не так уж сложно было выступить. Частенько стволами задеваются? Ни разу. Косогоры и обрывы – это лишь малые неприятности, что поджидают танковые экипажи на полигоне. Преодолевать их организаторы предлагают на уже привычных Т-72, но они запрещают соревноваться и на своих моделях. Так поступила команда из Поднебесной, пригнав в Подмосковье по железной дороге сразу несколько своих тайпов 96А. Танки модернизировали специально для российского конкурса. Нас поразили выступления, прежде всего, русских экипажей. Так слаженно и четко я такого еще не видел. Жаль, что Вьетнам пока только в наблюдателях этого конкурса. Мы бы тоже хотели участвовать в будущем. Срывья! Срывья! Руссия права, а мы други. Сербские офицеры противовоздушной обороны болеют сегодня за своих танкистов. Тем сегодня не особо везет. Досадные просчеты в тактике отнимают турнирные баллы. Гости из южноафриканской Зимбабве подбадривают соседей. Все еще будет, это лишь начало. Это очень здорово. Мы учимся некоторым вещам у всех участников этого военного конкурса. Спасибо России, что пригласили нас. Здесь мы точно научимся побеждать. Вся техника, которая участвует в соревнованиях в Алабино, стоит буквально на дорогах на радость детворя. Ведь можно не только сфотографироваться на танках, но и вдоволь полазить по ним. Интересно и красиво, но страшно. Спасибо. Пока броню с интересом изучают молодежь и взрослые, в судейских кабинах идут подсчеты, чтобы уже первые результаты заездов народовать завтра утром. Вся конкурсная программа продлится до 13 августа. Дмитрий Зайцев, Владимир Бокарев, Олег Слюсаренко, Лариса Никитина и Дмитрий Запарин. Первый канал Московская область.